до моей работы было рукой подать вот только во вьетнаме понятие рукой подать не значит что вы доберетесь быстро я уже почти что пришел мой адрес находится через дорогу осталось самая малость перейти ее обижу я бежу я пройду на себя лучше пропустил я вам больше скажу не то что не пропускают они шею ускоряются когда береги давай быстро 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 за дорогой находились джунгли пять минут я оказался у местного значения мой начальник уже меня ждал здрасте здрасте говорю я к вам что будем сегодня делать начальник работодателя звали лук немного необычное имя для вьетнама чё вы стоите на пальме так удобнее что как я узнал позже на пальме лу стоял неспроста это был знак знак того что моя работа будет адски сложной почему скоро узнаете полезли в канаву и быстрее пойдемте вот вову перешел был немногословен зато как я понял несмотря на статус шефа он работы не боялся сейчас я буду месить глину с этим замечательным человеком в этих грязных каналах глину месить конечно работа странная но всему есть свое объяснение что мы видим это самодельное водохранилище во время засухи его используют для полива деревьев а во время дождей у него стекает вся вода не давая деревьям утонуть периодически каналы водохранилища разрушаются то ветер то ливни сами понимаете поэтому их нужно укреплять глиной местный муниципалитет нанимает для укрепления каналов таких как я и лук для начала нужно было залезть в грязюку а что тапки снимать это у меня пятки нежная по сравнению с вашими вообще у меня как пяточки младенца пошлите давайте только после вас там же по колено час секунду я подготовлюсь и шорты превращаются в элегантные трусля что вам сказать друзья это кошмар дикая грязь которая вдобавок еще и засасывает босс мне кажется все глубже и глубже ухожу а шона бурлит там ну привел меня к каналу который разрушился больше остальных и мы приступили слушай парень ты запарил глину переводить смотри на меня и учись салага говорит мало набираю грязи все оказалось далеко не так просто чтобы укрепить канал нужно кинуть глину с правильным усилием и в правильное место каждый раз ты наклоняешься подымаешь по два килограмма грязи и бросаешь ее наверх как тренажерном зале что ж андрюха у тебя есть отличный шанс подкачаться а мы пока посмотрим чем занимается русик вот уже почти добрался до адреса который написано в конверте знаете идя по этим узеньким мостам этим джунглям чувствуешь себя персонажем американских фильмов про вьетнам не хватает только вот автомата и вот это вот раскраски ужас все течет если верить моему телефону то сейчас на улице плюс 48 градусов даже солнце спряталось испугалась жары и спряталась уже растела нереальная к счастью работодателя я отыскал быстро интересно за кем было ванами сру конь-конь да ладно чем будет заключаться моя работа я буду работать возле реки да ладно спасибо большое можем пройти причалу конечно как вообще живет но согласитесь когда в невыносимую жару вам предлагают работу на речке это круто хорошо что плавки взял я хоть скупнуться можно а что так воняет твою мать я думал днепр грязный ё-моё да уж черта лысого мне светит освежиться потому что моя работа называется чистильщик рек как сказал мне мой конь меконг считается самая загрязненная река во вьетнаме одна из самых загрязненных во всем мире драконь галопом галопом грести вьетнамец мне не доверил боялся что я видите ли переверну лодку мне это было только на руку какая работа катаешься в лодке смотришь на пальмы и слушаешь рассказы коня но несмотря на эту всю грязь и вонь меконг для вьетнамцев считается святая река если верить местным жителям то меконг не только отдает жизни но еще и хорошо их умеет отнимать как говорит статистика за последний год меконг забрал больше тысячи человеческих жизней вот такая вот река людоед если человек не дай бог падает в меконг то это сто процентов смерть потому что в меконге настолько сильное подводное течение мутная вода что непонятно куда унесет утопающих и тут я наконец понял куда вез меня конь у меконга сильное течение и мусор сносит в определенное место сюда мы и прибыли это было честно жесть коня не пойму если это ваша кормилица если это ваша святая река чужую так загадили дело в том что меконг помимо вьетнама протекает еще через несколько стран таиланд говорит что-то загадили камбоджа камбоджа говорит что лаос лаос объединяет китай китай обвиняет вьетнам но ведь нам говорит что все кроме них ну как обычно короче везде менталитет людей одинаковые все кроме нас на самом деле конь лукавил кто кто а вьетнамцы к загаживанию меконга приложили руку основательно до недавнего времени меконг считался официальной свалкой во вьетнаме люди забрасывали все банки сигареты бутылки всякий хлам старую мебель и допустим если у вас дома стоит диван и вам надоело нажать можете смело взять перетащить на берег выкинуть в реку а дальше по их мнению господин меконг сам решает что с этим всем мусором делать а теперь представьте на берегах меконга живет около 20 миллионов человек которые регулярно сваливают мусор в реку все шло дело к экологической катастрофе вот тогда вот местные власти там сидящие опомнились и начали действовать во первых они вели штраф за выброс мусора во вторых они вели такую профессию как мусоросборщик принципе теме сегодня и работа а пока руслан занят мусором посмотрим как там андрюлик очень страшно каждый раз засовывать руки в неизвестность не знаешь что там на дне а если что-то страшное найдешь то быстро убежать не получится мы закончили укреплять канаву и лу позвал меня на полноценный обед о обед самая моя любимая часть работы я не знаю что я больше хочу на обед или в душ где я могу руки помыть где у вас душ с ногами кстати тоже здесь да уж вряд ли лу можно было назвать чистоплюем то есть я сейчас вылез из грязи и должен мыться в грязи все условия у вас для работников спасибо а соц страховка у вас там как что-то попрыгало последний раз лужи купался тогда когда мне было пять лет прошло 22 года ничего не изменилось чистенький помытенький условно могу идти на обед столовой как вы догадались и не пахло кушать нужно было сидя на мостике вот наконец-то мой обед я снял футболку чтобы выглядеть чище не принесли рыбу пожаренную в чешуе и объяснили что нужно чешую сейчас убрать эта рыба носит гордое название ухо слона почему ухо слона потому что вьетнамцам она напоминает ухо слона мне прям один в один как ее нужно есть берем начале рисовую бумагу кладем туда лапшу тоже рисовую мята листок салата огурец и кусочек рыбы желательно без костей все это заворачиваем и макаем соус тамарины вкусно пусть во вьетнаме жара и грязь но в еде здесь толк знают но человека который впервые это пробует такой-то райский экзотический обед что ж дадим время андрюхи насладиться перерывом давайте проверим как справляется русик скажи долго должен этим заниматься здесь норма чистящий корек это 15 килограммов в день 15 кило детский лепит в воде плавали тонны дряни а зачем вообще мусорить если потом приходится все убирать у вас что в стране мусорок нет я же видел тут вроде все культурно скажите этим хо шиминцам ай-яй-яй по попе это та вьетнамские дети если будет выкидывать мусор а смотрите я ошибался ребята нормальные вьетнамцы они в принципе мусор выбрасывает в пакет для мусора потом воду меконг скрывает много тайн и сокровищ вот например в 1910 году здесь заткнуло судно груженное золотыми драгоценностями дело в том что французы в свое время хотели вывести отсюда монументы будды вот бы поймать кроме бутылок какого-то маленького золотого буду совсем маленького ну максимум вот такого а пока только это лачмала ловись бутылочка большая и маленькая опа иди сюда рабочий день вьетнамского мусорщика где-то 7 часов без перерывов и обедов вот и мой рабочий день плавно подходит концу норму дневную вроде бы я собрал тут ездишь 15 кило осталось только собрать этот мусор в пакеты вот этими вот руками но это по сравнению с тем что я уже сделал элементарщина господа что хотелось бы сказать по количеству банок выброшенных в эту реку вьетнамцы вроде такие маленькие обухают как наш гром гремит дождит вечер наступает на руси канумах во вьетнаме мусор убирает ну вот мешки собраны доставлены на берег время зарплаты ну что работа тяжелая сложная грязная я сегодня работал как конь как вы вот не располагается до гонорарчик правильно маме у меня говорит получится хороший чистящий крик спасибо да давай пока русик уже отстрелялся и пошел ужинать а где же андрей с каналами мы закончили теперь предстояло строить мосты все понятно то есть мало того что он там сейчас грязи намесил сейчас у меня еще и заставлять эту гигантскую пальму свалить очень расклад такой я должен сейчас завалить эту пальму чтобы сделать из ее вот такой своеобразный мостик с берега на берег этим рубить будем это кстати настоящий вьетнамский мачете местные делают его своих домах в маленьких кузницах погнали перед тем как срубить основание пальм я должен подняться на самом ее вверх и очистить ее от листьев процесс очистки дерева от листьев происходит быстро чего не скажешь о рубке самого дерева чувствую что это будет долго еще чуть-чуть хотелось бы так сказать но нет слушаю вас темнеет моментально еще пять минут назад было светло а сейчас уже сумерки хорош пальма была повержена но это еще не все теперь нужно было поднять ее и превратить в мост а весит-то громадина по две сотни кило ну сказал пока мост проложен не будет я за работу не получу ни копейки без полезно пальма не двигалась местно пока я пытался отдышаться резко стемнело серьезно вот видите уже даже камера ничего не видит а я еще работаю на фонарик возьми посвяти на лови у меня не получается давай сверху подтянем мост установлен давай проверим я пройдусь как это круто когда твоя работа сделана и есть чем гордиться теперь что пойдем местный душ пойдем помоемся ну что босс я закончил спасибо 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 круто друзья у меня две новости одна хорошая что я первый раз жизни заработал за один день 40 тысяч ну а плохая наши деньги это 50 гривен ну ладно спасибо все только еще один момент у меня для вас есть подарочек секундочку у вас же грязная работа правильно вам нужна одежда на выход я вам подарю эту отличную белую футболочку с надписью розетка давайте оденем и будете на свидания ходить там по ночным клубам чтоб девки все ваши были ой прям преображается человек на глазах ой прям фран я вам хочу сказать ну все 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 девки во вьетнаме ваши все оба спасибо огромное за эту работу пойду искать другую помашите туда ручкой пока